Вся правда о Чечне тех лет, из уст Кадырова, Селезнёва, Однана Музыкаева, Асламбека Аслаханова, Юрия Берекова, в тот год первого заместителя генерального прокурора, наших военных, в этом фильме. Это страшный фильм. Страшный, но честный. Нельзя предавать своих. Между тем, в чеченской истории такое предательство со стороны нас было. Антидудаевская оппозиция штурмом взяла Грозный и удерживала его в течение шести часов. К нам обращались за помощью, мы не помогли. Когда понятно было, что война начнется, вот эта попытка 26 ноября, это была отчаянная попытка убрать Дудаева и избежать войны. Все уже понимали, что она неизбежна. Но сдали Дудаева у нас военные, все планы, как будут. Сдали нас Дудаева военные. И танки, которые, ну, военные хоть и скрывают, что они дали, да, которые дали войну, они были заряжены болванками, а не снарядами. А за день до этого Дудаева подвезли гранатометы, которые прожигали эти танки, как спички. Кто же так предал оппозицию? Я не знаю, кто это сделал, но тот, кто заинтересован был начать военные действия. Это потом мне Лохан сказал, он говорит, ну, вы как наивные дети, я действительно научно работник, химик, я никогда не... Как наивные дети. Этот прием, я знаю, у нас, говорит, в Афгане был отработан десятки раз, когда одним нам давали танки, а другим гранатометы. Он сказал, пусть только судно-то отдадим на полную катушку. Значит, я попросил второй раз. То есть он реагировал действительно как генерал? Как генерал. Второй раз. Люди же начнут гумнуть. Ничего. Значит, зато оставшись и будут свободными. А на людей туда его было наплевать, по большому счету? Так, я не могу сказать, что наплевать, но он просто не так, как мы с вами смотрим на людей. Он генерал. Представьте себе человека, который всю свою сознательную основную часть жизни летал на стратегическом, так сказать, бомбардировщике, готовый нажать на кнопку с атомной бомбой. Это еще на дальние маршруты, в неведомые страны. На дальние маршруты, да. Это должно быть особое психологическое состояние человека, во-первых. Во-вторых, не каждый же идет военный. Ведь военные идут люди, которые готовы к конфронтации. А не слишком ли много уголовных дел, которые генпрокуратура возбуждает в Чечне против преступлений наших же российских солдат, офицеров и уже и генералов? Я слышу от тех же самых руководителей регионального штаба, которые в Чечне, что происходят такие вещи. О массе уголовных дел, которые сегодня заведены, но я пока не знаю, как там по многим из них идет расследование, то, что я не этой темой занимаюсь. Ну, там все есть. Там столько злости скопилось взаимной. Ну, я представляю, что когда боец видит, что погиб его товарищ, он, тем более, много молодых там людей, которые уже с сорванными нервами, с психикой надорванной. Вот, там много сверху злости. Военные не подчиняются Кадырову, получается, что они его не слушают? Не то, что военные, даже любой солдат не подчиняется ни Кадырову, ни Ильясову, никому. Ну, вообще, дикость положения, что есть глава республики, назначенная не кем-то, а президентом Российской Федерации. Ну, извините меня, и жену Кадырова задерживают, кто знает, что это жена, на блокпосту задержали, издевались на ней там. И его самого тоже. Зачистки делают в селе, где он живет. Он только уезжает, зачистку сделает. Даже, говорят так, зачистка бывает мягкая, жесткая. Ну, в свое время, может быть, это нужно было. Сегодня это будоражит людей. Фактически, это на нервы действует нормальным людям. Тем, кто уже устал и от войны, и от этих зачисток. Бандитам эти зачистки дают тогда, когда мы точно попадаем на тот или иной дом, на ту или иную улицу. Сейчас, когда мирное население говорит, вы знаете, при том режиме было лучше, чем при этом режиме. Потому что в то время у нас оружие было. Когда приходили бандиты, нас грабили и так далее, мы сразу же рука защищали. И они знали, что у нас оружие, к нам не лезли, говорит, домой. И когда у нас воровали наши людей, мы, говорит, сами своим путем узнавали, приходили к тому роду, наставляли, перестреляли, ваше возьмем, забирали своего рода. Что-то мы думали, а сейчас у нас ничего нет. И когда народ не верит тем, которые говорят, якобы, я хочу вас защитить, то мира никогда не будет. Я часто говорю, чеченцы, ну вы хоть обратитесь к своим сыновьям, мужьям, братьям, которые сегодня, пусть под силой страха, находятся еще в бандах. Сложить оружие и вернуться в свои семьи. Возрождать то, что разрушено. По вине бандитов, еще раз говорю, не по вине российской армии, а по вине бандитов эта разруха. Как мне давали пропускать, чтобы ездить по республике. Еду в Грозном, там контракт не стоит, задержали меня. Показываю, я, что кандидат депутата, и потом удостоверение, говорю, генерал-майор, все-таки. А что нам, то есть, чеченские, ты, мы чеченских не признаем. Я говорю, вообще-то советский генерал. Если это вам мало, я говорю, вот вам пропуск. А кто нам, да пошел, и такой мат. Пошел он туда-то. Я говорю, а кому подчиняюсь? Вот кто-то есть, кто-то подчиняюсь? А он, митя, иди сюда. А этот вообще такой, стоит там, где-то под полтора центнера. А тот выходит под два центнера, блюдо, такая, рожа, понимаешь. А чего ты там, говорю, вот тот такой, а ну-ка, ты вот тут. И тут меня взорвал, я говорю, садись в машину, поехали. А мы стреляли, стреляйте. Стреляйте, может быть, хоть одного генерала вы сейчас застрелите. Вот, может быть, тогда будут обращать внимание. Я говорю, мы уехали, правда, не решили с вами стрелять. Они наплевать хотели на коменданта республики. Ну, даже вы ведь наверняка знаете, даже вы, где находится ставка Масхадова, Гилаева в Чечне, Хаттаб где скрывается. Андрей, я-то знаю, жалко мне, что не знают наши службы, спецслужбы. А как это может быть? Все чеченцы знают, где искать Басаева, а спецслужбы не могут найти его вон сколько лет. Андрей, объясни мне, почему вы, пресса, СМИ, может общаться с Басаевым, Хаттабом, другим, почему спецслужбы с ним не общаться, объяснил. Ну, я выходил с такими предложениями руководства ФСБ, некоторыми предложениями. Ну, мне было однозначно сказано, не мешай работать спецслужбом. Я объяснял, что Кадыров назначен президентом Российской Федерации, чтобы усилить Кадырову есть возможности. Ну, мне сказали спасибо. Здравого смысла Борису Ельцину, точнее, его окружению, так называемой, семье, хватило на то, чтобы назначить преемником Дудаева Аслана Масхадова. А кто из них, Масхадов, Басаев, Гилаев, Хаттаб, самый сильный по своему человеческим качествам, по вашему убеждению? Я их никого не считаю сильным, ни одного. Если бы они были сильные, они должны были быть добрыми. Сильный человек всегда добрый. Они большие трусы, поэтому они агрессивные, они злые, они не хотят понять, что происходит. Это вообще пустой человек, пусто зло, не способный ни на что. А почему же именно на него была сделана ставка? Ну, не знаю, вот давайте спросим как раз, кто там сейчас занимается этими вопросами. Вот они его сделали. Президентом? Да. В ответ, когда Владимир Путин обвинил на последнем совещании в Кремле наши спецслужбы, не в саботаже, нет, просто в отсутствии воли в решении тех или иных чеченских узлов, в ответ на это начальник генерального штаба Квашнин, а он часто бежит у нас впереди паровоза, тут же объявил в средствах массовой информации, то есть на весь мир, что на следующей неделе в Чечне начнется широкомасштабная операция по поимке Масхадова, Басаева и других главарей. Поскольку интервью Квашнина передавалось по радио и по телевидению во всех новостях, можно не сомневаться, что и Масхадов, и Басаев оказались благодарными слушателями. В Чечне их уже нет. Они вернутся сюда, когда закончится крупномасштабная операция. Зато наши войска в количестве почти 100 тысяч человек в Чечне остаются, и что они в таком количестве делают там, непонятно, мы видим не только Кадырову, но и руководителям страны. Впрочем, понятно, Чечня давно стала бизнесом. Увы, кажется, Чечня стала бизнесом для всех. Этот фильм – видеоприложение к большому политическому порталу «Караулов Лайф». Вся правда о нашей стране.